Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Маклайк. Кто подписан на мой канал, тот, наверное, помнит, хотя вряд ли, конечно, что ровно год назад вышло видео о том, как выкорчевать, как избавиться от меня на участке без корчевания. Собственно, там я нашел пенек, прошу заметить, вот он он. Это пенек от сливы, он мне мешает сделать красивым участок, хотя тут много чего мешает сделать участок красивым, надо сказать. В первую очередь, мои кривые руки мешают это сделать, ну, сейчас не о них, сейчас о пеньке. В общем, я избавлялся от пня при помощи селитры. Идея какая? Сверлим много дырок, засыпаем туда селитру аммиаченую или калевую, или магнию, я уж не помню, если честно. Сейчас я покажу фрагмент видео, и, собственно, мы с вами точно вспомним, что я там засыпал. Засыпается, и, по идее, если верить интернету, то ровно через полгода пенек должен превратиться в труху. В моем случае прошел год, друзья, и сейчас можно проверить, что у нас получилось или не получилось. Погнали! А еще продавец в магазине посоветовался накрыть пленкой и завязать шнурком. Ну и, по идее, от селитры пенек сгниет в труху. В таком виде оставляем как минимум на полгода, а лучше на год. Через год можно будет просто взять вот так вот, он рассыпется в труху. Так, ну что ж, вот он наш пенек. Целый год я его не трогал. Хотя многие в интернете писали, что не надо было закрывать целлофаном, надо было оставить как есть. Смотрите, он зарос уже, вот, трава над целлофаном выросла. Так, и теперь мы откручиваем. И, по идее, пенек должен развалиться в труху. Но, пока я не чувствую, что он разваливается в труху. Пока, пока вот он, красавец, стоит. Никуда не девается. Так, для чистоты эксперимента давайте постучим молотком. Может быть, он внешне такой прям классный, а внутри весь сгнил. Но, нет, это очень крепкий пенек. Намека на то, что он выгнил изнутри, совершенно нет никакого. Вот, муравьи завелись. Может так? Нет, друзья, нет. Аммиачная селитра. Вещь совершенно бесполезная. Представляете, я только что на ваших глазах развенчал популярнейший интернет-миф о том, что можно насверлить дырок в пеньке. Вот оно, видите, остатки той самой селитры. Она еще не до конца растворилась. Кстати, когда закладывал селитру, я еще поливал водичкой. Вот, и по идее, вот что вот внутри. Тут даже, смотрите, вот в каждой дырочке было селитра. Была селитра. И по идее, должно было сгнить, ну, хотя бы вот пространство между дырочками. А еще селитра должна была впитаться и должны были внутри сгнить корни. Но ничего, друзья, не произошло. Представляете? Вот он как был. Твердый пенек. Так, остался твердый пенек. Что, друзья, вот такие, прямо скажем, неожиданные у меня результаты. Целый год длился эксперимент. Целый год я не подходил к этому пеньку. Вы сами все видели, видели, как я закладывал. И вот в итоге, что у меня получилось. А получилось ничего у меня не получилось. В общем, этот метод на 100% нерабочий. Возможно, я что-то сделал неправильно. Возможно, не надо было накрывать целлофаном. Но как бы селитра не растворила пенек. Это совершенно очевидно. Это совершенно понятно. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я же, наверное, возьму сейчас лопату. Возьму свой любимый топор. И буду по старинке выкорчевывать пенек. Потому что, ну, вот такая вот история.